В Китае запустили план по вакцинации второй бустерной дозы против COVID-19 для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Это одна из мер борьбы с распространением инфекции на фоне ослабления политики борьбы с коронавирусом. Подробнее в следующем материале. Улицы Пекина пустыны, немного людей в торговых центрах. На прошлой неделе в Китае, а в столице еще раньше, сняли основные коронавирусные ограничения. ПЦР перестал быть обязательным, а больным разрешили лечиться дома. Теперь люди в основном либо болеют, либо не ходят в общественные места, боясь заразиться. Ситуация все еще серьезная. Как мне известно, уже многие болеют. Сейчас заразиться очень легко. Соседи почти все болеют. Почти нет отрицательных. Я переболела. Эпидситуация, я думаю, намного лучше. В городе обстановка в целом спокойная. Среди моих знакомых почти нет заболевших. Звезды и инфлюенсеры Китая делятся своим опытом заболевания COVID-19. Местные СМИ призывают жителей не паниковать. Напоминают о том, что нынешние варианты омикрона переносятся легче и дают рекомендации по лечению в домашних условиях. Раньше всех без исключения COVID-положительных и контактных отправляли на карантин. Теперь же людям предоставили свободу. У аптек и приемных отделений больниц начали образовываться очереди. По словам местных властей, резкое развитие эпидемии окажет сильное давление на систему здравоохранения. Мы увеличили число приемных отделений или кабинетов для пациентов с повышенной температурой до 303, то есть более чем в три раза. Большая их часть работает круглосуточно. Также для лучшей диагностики и лечения COVID-19 мы объединили медицинские услуги онлайн и офлайн. У нас на сегодня 167 клиник предоставляют услуги диагностики и лечения через интернет. Теперь в ежедневных сводках Минздрава отсутствуют данные по бессимптомным носителям, уменьшились показатели по подтвержденным случаям. Из-за освобождения жителей от обязательного ПЦР цифры уже не отражают реальной ситуации. При этом обращения людей в столичные клиники увеличились за выходные в 16 раз. Примерно во столько же раз стало больше поисков в интернете по темам, связанным с COVID-19. К примеру, по лекарствам, маскам и экспресс-тестам. Эксперты прогнозируют, что пик заболевания придется на ближайшие 1-3 месяца. За это время заболеет около 60% населения. А вернуться к нормальной жизни Китай сможет примерно к середине следующего года. При этом здесь ускоряют процесс иммунизации среди пожилых. Также запустили план вакцинации второй бустерной дозой для уязвимых слоев населения. Она будет доступна тем, кто получил первую больше полугода назад. Сейчас в стране разрешено к использованию 13 вакцин против COVID-19.